Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня с вами Наталья Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Хочу вам показать жилой дом, который находится в Краснодарском крае, Белореченский район, поселок, родники. Ниже в описании будет указана вся подробная информация, также стоимость. Итак, внимательно смотрим дом. В первую очередь хочу показать, как дом у нас выглядит снаружи. Сегодня у нас на обзоре саманный дом и облицован вот таким кирпичом. Внутри уже вам расскажу все подробно и площадь каждой комнаты, и где у нас была совершена новая пристройка. То есть все это подробно вам расскажу. Фасадная часть у нас забора на ленточном фундаменте, металлические столбики, профлист. Также у нас есть здесь распашные ворота и, соответственно, калитка. Улица Гравина, шаговой доступности магазины, недалеко у нас здесь школа. Ну, все, что необходимо, все есть. Небольшой здесь навес. Двор полностью бетонирован. В этой части у нас есть клумбы с розами. Небольшое помещение, но, можно сказать, используется под гараж для велосипеда, будем так называть. Полочки, ящички, все здесь есть. Пол здесь бетонирован, крыша шифер. С этой стороны профлист. Так, идем с вами дальше. Здесь, в принципе, в дом два входа. Когда пойдем в дом, уже внимательно буду вам рассказывать. С этой, с левой стороны, у нас также есть небольшие клумбы. Ну, здесь вот у хозяюшки растут зелень. Мы видим петрушечка еще зелененькая. Здесь дошли у нас колодец, и там забита у нас труба, поэтому для полива хозяюшка использует именно воду с колодца. Так, это у нас второй вход. И идем с вами дальше. Участок у нас небольшой. Шесть соток земли. Ну, посмотрите, какая чистота. Ну, хозяйка просто умничка. Все убрано. Все подготовлено именно к зиме. Огород вскопан. Все настолько аккуратно, честно, очень мало домов мы смотрим, когда именно так любят и ухаживают свое подворье. Здесь видно, что уже чесночок посажен. Щавель растет. Есть ежевика, малина. По периметру полностью огорожен сеткой забор. Деревьях, как таковых, здесь нет. Ну, посмотрите, клумбочки, грядки, дорожки здесь полностью бетонированные. В этой части у нас летний душ и уличный туалет. И вот здесь вот еще небольшой кусочек земли. И также понад забор у нас растет ежевика. Так, ну, вот эти вот, можно так сказать, деревянные палки, это, скорее всего, предназначено под высадку огурцов, помидор, может, еще что-то. Здесь у нас получается, если мы по дорожке дальше пройдем, там справа вдалеке виднеются колеса автомобильные, там у нас находится септик. Так, вода у нас также выведена на улицу. Мы видим первый кран и есть еще дополнительный. И вот здесь вот есть у нас помещение. Можно сказать, что это кладовая. Сейчас, секундочку. Здесь, ну, света нет, ну, вот что есть. Значит, здесь у нас, как кладовка, банки хранятся, закрутки, овощи, полы деревянные, полы здесь также деревянные. Ну, в общем, необходимая вещь, нужная для любого домика. Сейчас закроем, описательно. Так, все, прикрыли. С этой части у нас дом оштукатурен и покрашен, так как это новая у нас пристройка, блочная и оштукатурена. То есть у нас основной дом, если с этой стороны мы с вами посмотрим, основной дом, вот, кирпичом обложенный, и вот эта вот пристройка, где находится у нас санузел и кухня. Крыша также очень хорошо сейчас просматривается, она у нас шиферная. И на пристройке также шифер. Так, идем внимательно смотреть с вами внутри. Все. Дверь здесь деревянная. Мы зашли в дом, и у нас сразу здесь в пристройке летняя кухня. Установлен кухонный гарнитур, также плита. Окна здесь пластиковые, подоконники также. Полы здесь у нас бетонированы, сверху лежит линолеум. Вот такой газовый котел здесь. И в зимний период времени, когда очень холодно, дом у нас 82 квадратных метра. По отоплению где-то, ну, 3000 рублей с небольшим, как сказала хозяюшка. Ну, вместе со светом около 4. Ну, за такую площадь считаю, что это, в принципе, немного. С этой стороны фотообои. Небольшой шкаф. И вот, получается, две ступеньки. Это в основной дом. Здесь у нас дверь. Идем сюда. Здесь у нас ванная комната. Установлена ванная, пол. Здесь плитка. Также предусмотрен дополнительный слив. Окно здесь пластиковое. Также здесь, в этой стороне, установлен насос. И мы видим с вами бойлер. Ну, хоть курткой накрыто, но все равно кися вышла. Помещение большое, достаточно. Поэтому, в принципе, здесь вот как раз вот просится установить унитаз. Ну, при строительстве это не было необходимостью. Поэтому он не установлен. Дверь здесь деревянная. Ну, помещение достаточно. Всего вместе с ванной и этой кухней около 17 квадратных метров. Ну, хозяйка пользуется этим ходом. В принципе, можно в дом ходить с другой стороны, а этот ход закрыть. Идем дальше. Дверь здесь у нас деревянная. Так, и вот, посмотрите, основной здесь вход, это как раз в этой стороне. Дверь здесь у нас металлическая, а внутри она светлого оттенка. Если бы мы сходили в этой стороне, у нас получается коридор, вход в кухню. И, соответственно, в основные жилые помещения, которые здесь есть в доме. Здесь у нас с левой стороны пластиковое окно. Подоконник у нас остался откусы деревянные. Полы здесь деревянные, сверху лежит линолеум. Стена у нас штукатурка и покраска. С этой стороны у нас электрический счетчик. И потолки у нас также покраска, либо побелка. В этой части у нас есть подвал, но он не используется. Он глубокий, полностью внутри бетонирован. Света там, к сожалению, нет. Поэтому нет возможности его более подробно посмотреть. Но сухой, хороший, добротный. Дальше. Первая спаленка небольшая. Вход здесь деревянная дверь. Небольшое помещение. Здесь у нас потолок. Также у нас побелка, либо покраска. Стены также. Полы здесь деревянные. Комнатка небольшая. Всего лишь около 8 квадратных метров. Но для одного человека вполне достаточно. И вот это небольшое окошечко. Оно у нас выходит в ванную комнату. Ну вот казус такой. Идем дальше. Здесь получается вход. Деревянная дверь. Основные комнаты. Здесь у нас получается первая комната. Она 10 с небольшим квадратных метров. Два пластиковых окна. Откосы у нас и подоконник остался деревянный. Это окно глухое, без открывания. И это также. Трубы отопления по всему дому у нас выглядят вот таким образом. Так. Двигаемся дальше. Здесь также располагается печь. Поэтому хозяева не стали ее убирать. Она осталась на всякий случай. Но можно будет ее, конечно, и убрать. Дальше. Следующая комната. Дверной проем. Двери здесь нету. Здесь у нас получается помещение. 10 с небольшим квадратных метров. Сейчас включим свет. Вот. Здесь у нас полы деревянные. Окно также пластиковое. Откосы и подоконник остался деревянный. Обналичка тут такая необычная, хорошая. Стены у нас также штукатурка и побелка, либо покраска. Пол деревянный, сказала комната, сказала сколько квадратных метров. В принципе, все, что мы видим на мебели, вот здесь, вот на обзоре, мебель, она остается. Ну, если необходимо, она вся останется. Нет, ну, значит, будет решать вопрос, куда ее деть. Идем с вами дальше. Следующая комната. Дверной проем. Здесь у нас двери нет. Самая большая комната в этом доме у нас получается 17 квадратных метров. Здесь у нас два пластиковых окна. Иду ближе, конечно же, все подробно с вами смотреть. Так. Здесь у нас окно пластиковое на открывание. Москитные сетки. Откосы и подоконники здесь деревянные. И это окно у нас пластиковое без открывания. В этом помещении у нас также, в принципе, и во всем доме стены у нас штукатурка и побелка. Также у нас и потолок. Высота потолков здесь приличная. То есть, если, чтобы эстетический вид придать потолку, можно сделать натяжной. Потому что высота 2,70 точно есть. Поэтому особо вы высоту не заберете. Дальше. Здесь у нас еще одна спальня. То есть, в принципе, у нас есть 3 изолированных спальни и 2 проходных. Еще одна небольшая комнатка. Дверной проем. Здесь нет двери. Комната эта так же, как и первая. Небольшая. Всего лишь 8 квадратных метров. Здесь у нас окна пластиковые. Откосы подоконник деревянный. Москитные сетки. Все это есть. Небольшая комнатка, стены и потолок. Так же, как и в остальных помещениях побелка-покраска. И вот в этой стороне есть небольшая трещинка. Она не идет до самого пола. Но она все-таки есть. Это то место, где у нас находится как распечка. Ну, как хозяйка объясняет, ну, чересчур много протапливала. И получился вот такой казус. Ну, нет возможности пока произвести косметический ремонт. Ну, вот так. Полы здесь деревянные. И сверху покрашены. В принципе, что дом у нас не новый. Но высота потолков отлично. Потолки не рушатся. Стены почти ровные. Ну, не идеально, конечно, ровные. Да, но все равно. Поэтому 82 квадратных метра. Очень даже неплохая цена за такой объект недвижимости. Еще раз напомню, он находится в Краснодарском крае. Белореченский район, поселок Родники. В принципе, поселок Родники у нас находится километра полтора от города Белореченска. И здесь у нас, получается, мебель есть. Еще раз сказала, что мебель у нас практически вся остается, если такая необходимость есть у новых покупателей. Мы сегодня с вами посмотрели объект недвижимости, который находится в Краснодарском крае, Белореченский район. Ниже в описании будет указана вся его подробная информация, включая площадь дома и площадь земельного участка, а также стоимость. Если вам этот объект понравился, обязательно звоните по номеру, который указан ниже под видео. Также пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Сегодня с вами была Наталья Сомсикова, агентство недвижимости Титул. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok